Здесь самая вкусная кухня. Здесь знают долг в одежде. Здесь зарождалась современная цивилизация. А еще здесь не могут жить без футбола. Италия. Одна из самых прекрасных стран Старого Света. Теперь на Радио Спорт. Каждую среду после 21 часа. Слушайте на Радио Спорт программу Нобеля Арусамена Кальчо Вита. Все об итальянском футболе. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа Кальчо Вита на Радио Спорт. Понимаю, что большинство не самое лучшее настроение. В связи с тем, что сборная России проиграла команде Ирана 0-1. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Я думаю, что только начало большого и, надеюсь, весьма удачного для российского футбола сезона. Но сейчас мы говорим об итальянском футболе. Тем более, в это время проходит матч Германия-Италия. Тоже, товарищеская встреча итальянцы уже проигрывают 0-1. Студии, как обычно, в рамках программы Кальчо Вита, Андрей Лаврентьев и Нобеля Арусамена. Андрей, добрый вечер. И пока мы начнем итальянские темы. Во-первых, как тебе игра сборной России в двух словах против Ирана. И вообще, как результаты первые 15 минут игры Германии и Италии. Добрый вечер. Я, честно скажу, не смотрел игру против сборной Ирана. Но сам результат. Ну, я вообще отношусь к товарищеским играм как к некой формальности, с точки зрения того, к результату товарищеских игр, как к некой формальности, зафиксированной в протоколе. Потому что здесь каждая команда может свои какие-то цели преследовать. И совершенно не обязательно команда одна должна победить и стремиться победить. А команда вторая будет ей противостоять и делать это так же, как она делала бы это в официальном матче. Поэтому комментариев у меня нет. Хорошо, ладно. Тогда мы будем, естественно, смотреть игру Италия-Германия, говорить о результате, о интересных событиях. Ну, по крайней мере, я, честно говоря, невнимательно смотрел первые 15 минут, а древние сказал, что итальянцы смотрелись неплохо. Неплохо, да. Но, в принципе, к Италии-Германии применимо все то, что было сказано про товарищеские игры и другие. А по текст другой согласитесь? По текст другой, безусловно. Трибуны заполнены, это факт. Поэтому и нужно понимать, что на этом стадионе сборная Италия одержала свою последнюю, наиболее значимую победу с точки зрения содержания игры, когда они обыграли в полуфинале чемпионата мира 2006 Германию. После этого была победа в финале, которая является, безусловно, историческим событием. Но с точки зрения содержания игры, очевидно, по эмоциям, это были разные игры. Поэтому, наверное, конечно, у немцев могут быть какие-то настроения, связанные с тем, что они хотят взять реванш. У сборной Италии есть воспоминания тех, кто участвовал в той игре, например, Буфон, который сейчас в воротах. Но, в принципе, это другая команда, поэтому будем надеяться, что сборная Италии сегодня сыграет успешно. Хорошо. Переходим к итальянским темам. Тем более у нас сегодня для вас, дорогие друзья, сюрприз небольшой. Андрей Лаврентьев, он часто бывает в Италии. В очередную поездку отправится на следующей неделе. И сегодня, надеюсь, такая добрая традиция, будут викторины. Сегодня для поднятия настроения российским болельщикам. Да, скажем так, вопрос сейчас Андрей задаст, вы можете ответы присылать на смс-портал номер 5544. Вначале слово «спорт». Андрей, давай, тебе слово, а приз тоже скажи обязательно. Да, приз будет такой, что тот, кто правильно ответит на этот вопрос, может попросить любой шарф, который можно будет купить в рамках двух игр, на которых я буду на следующей неделе. Это Милан Тотнем и Самдори Джену. Первая игра будет во вторник, вторая – во среду. Поэтому любой болельщик Самдори, Тотнема, Милана, ну и, в принципе, шарфы других топовых итальянских клубов, они обычно тоже в продаже на таких матчах. Тем более, да, в преддверии матча «Ивентус-Интер», возможно, болельщики «Интер» и «Ивентус» тоже захотят. Возможно, не выкупят определенное количество шарфов. А вопрос будет посвящен первой части нашей программы. Ну, естественно, ответ вы в первой части не услышите, а вы услышите по завершению этой программы. Вопрос будет такой. Какой итальянский клуб в рамках двух трансферных компаний потратил наибольшее количество денег с точки зрения сальдо покупки и продажи игроков? То есть мы понимаем, что когда игроки продаются, клуб выручает определенные средства от этого. Когда они покупаются, клуб тратит определенные средства. Вот у кого негативный баланс и больший? 5544 в начале сообщения слова «спорт». Ваши варианты мы принимаем и, соответственно, в итоге программы озвучим правильный вариант и назовем победителя, у которого будет великолепная возможность заказать шарф из Италии. Кстати, о трансферах. Трансфер на окно закрыт достаточно давно, но, тем не менее, это окно выдалось интересным, потому что практически все итальянские команды, ну, три большие итальянские команды, они сделали несколько громких приобретений. Да, и мы были абсолютно правы, Нобел с тобой, при последней нашей встрече две недели назад, когда не стали подводить заранее итоги трансферной кампании, потому что предположили, что основные сделки совершаются в последние 4-5 дней, тогда, когда становится понятно, что можно сделать, кто в каких игроках заинтересован, и какие игроки сами заинтересованы в том, чтобы куда-то перейти. И я в то время, как раз находясь в Италии, смотрел достаточно много телепередач, читал много прессы, и могу сказать, что наивысшие оценки от итальянских каналов и итальянских газет получили два клуба «Интер» и «Милан». «Интер» чуть, наверное, там на полбала, скажем так, выше, но и «Милан» был оценен высоко. «Интер» был оценен высоко, потому что «Интер» по большому счету взял игроков на все те позиции, которые нуждались в укреплении. И с моей точки зрения, собственно, то, о чем говорил Бенитос, оно вот произошло, но только уже без Бенитоса. Очень приятно, я думаю, для болельщиков «Интера», то, что были приобретены итальянские футболисты, потому что «Интер» очень много упрекали в последние годы за то, что он там фактически был один итальянец Тольда, который был запасным вратарем. В эту трансферную компанию был приобретен «Раноки», был приобретен «Паццини», был приобретен «Мараканец Харджа», точнее, взят в аренду из «Джену», и был приобретен также «Японец Наготома», что я лично считаю с маркетинговой точкой зрения прекрасным ходом, потому что, наверное, Наготома сейчас наиболее эффективный «Японец», который занимает дефицитную ныне в футболе позицию левого защитника. Собственно, приобретение «Интера» играет определяющую роль в его последних успехах, и я думаю, с этой точки зрения полараф был Клауди Ранери, когда сказал, что «Интер» фактически укрепил не только основной состав, но и скамейку. Да, к сожалению, «Паццини» не сможет играть за «Интер» в Лиге чемпионов, но в чемпионате его эффективность очень высока, и вообще, на мой взгляд, «Паццини» сейчас лучший итальянский форвард. В «Нобеле», наверное, со мной и далее поспорят, потому что ему больше нравится «Алессандро Матри». После последних событий. После последних событий, да. Но «Паццини», чем, мне кажется, игрок перспективен, то, что он подтвердил свой уровень уже в разных соревнованиях. Он забивал в квалификации Лиги чемпионов, он забивал за «Самбдорио», он достаточно успешно играл в «Фиорентини», хотя был там несколько в тени Муту и Джалардина. Но, тем не менее, хорошее приобретение. У нас новости, после чего напомним про нашу «Викторину» и поговорим, опять-таки, о трансферном рынке. Продолжается программа «Кальчо Вит». У нас есть несколько ответов на нашу «Викторину». Пока назвать их, естественно, не будем, хотя отмечу, что многие, большинство, неправильные ответы. Андрей, давай еще раз напомним «Викторину», а потом послушаем еще. Вопрос, который мы задали, касается той темы, которую мы сейчас обсуждаем, это трансферная кампания. И вопрос звучал так, какой из итальянских клубов по итогам двух трансферных кампаний, летний и зимний, летний, естественно, 2010 года, потратил наибольшее количество денег, то есть баланс между покупками и продажей игроков оказался наибольшим, ну, точнее, наименьшим, потому что баланс был негативный. Вот у нас есть здесь один ответ, где фигурируют два клуба. Вот хотелось бы, чтобы данный абонент, он уточнил, кто же у него все-таки, кажется, более расточительным с точки зрения трансферной кампании. Да, и приз наш. Приз, соответственно, это шарф. Да, приз шарф, который привезу лично, и заказать можно любой клуб, который вам симпатичен, из тех, которые могут продаваться. Да, кстати, могут активизироваться и болельщики английские, потому что ты будешь на матче Милан-Тоттенхэм, а болельщики Тоттенхэм, я думаю, что достаточно в России, тем более полный чайка там играет, как они будут, я думаю, что желающих будет довольно много. Поэтому 5-5-4-4 в начале сообщения слова «спорт» это такая интересная викторина. Да, кстати, бывают шарфы, посвященные определенным матчам, например, двухклубные, скажем так. Это очень популярная, по-моему, история. Да, это очень популярная. Но там вообще атрибутика, она достаточно распространенная. Продолжим про трансферную кампанию. Милан получил высокую оценку с Аяксом, что Аякс может отдать его раньше, в январе, за столь символическую сумму. Дальше нужно сказать, что Милан приобрел Ван Бомеля, Милан приобрел Легратали, который тоже достался Милану бесплатно. И совершенно непонятный для меня игрок Дидок, Дидок Вилла. Ну, может быть, те, кто... На будущее. Да, те, кто лучше разбираются в испанском футболе, расскажут, как он играл за Испанел. Он уже был несколько раз в заявке Милана, но и далее. Вот. Значит, напомню также, что Милан купил Златана Евраимовича летом. И приобрел также Робиньо, также летом. Но интересно то, что в Италии говорят о том, что лучшим приобретением Милана в этом сезоне оказался Мино Райло. Мино Райло – это известный итальянский агент, который считается наиболее жестким в переговорах с клубами. И, собственно, раньше он, например, курировал Павла Недведа, были и другие известные игроки среди его клиентов. Но с Миланом Райло установил очень хорошее отношение, или, можно сказать, Милан установил с Райло очень хорошее отношение. И поэтому не исключено, что Райло попробует как-то ускорить процесс возвращения на родину Марио Балателли. Потому что, по большому счету, все, что Балателли сейчас связывает с Манчестер-Сити, это Роберто Манчини, который, собственно, является его человеком, который его запустил в большой футбол, который поверил в него, и который в юном возрасте дал возможность ему играть. Дальше, наверное, переходим к Ювентусу. Да, Ювентус, тем более Ювентус зимой был достаточно активен. И, если на приобретение, клуб приобрел Барцалии, Тони и, конечно же, Александро Матри. Матри, наверное, это главное приобретение Старо Сеньора. Да, это главное приобретение. Но ты, Нобель, что думаешь по поводу трансформерной компании Ювентуса? Если честно, я думаю, что она могла быть и лучше, потому что, ну, в принципе, проблемы всем были очевидны, да, по ходу чемпионата, особенно после первых двух туров в новом году, когда сломался Куоли Орелло, и стало понятно, что забивать просто некому. И, во-первых, есть претензии по тому, что трансфер Матри был совершен в последний день, то есть Ювентус потерял несколько важных очков, когда команда просто не могла забить гол, например, Сандори. И также пугает то, как Ювентус эти трансферы совершил. По крайней мере, меня, ну, как политика Ювентуса, мне устраивает то, что Куоли подписал полуторагодичный контракт с Лукой Тони, при своем уважении к этому форварду. На полтора года с ним подписывался контракт, ну, просто не имел никакого смысла. То же самое есть вопросы по цене за Александру Матри. И также меня пугает то, что Ювентус так и не сделал попыток приобрести футболистов на самой проблемной позиции. Это проблемные позиции именно крайних защитников. Потому что в нападении, при том, что нет игроков, там есть травмированные игроки Кулиарелла и Куинта, это все футболисты, которые рано или поздно должны выздороветь. Но вот фланговые защитники, мне кажется, что Дельнери полгода перебирают просто как карточную колоду футболистов, говорят о том, что Ювентус просто необходимы игроки справа и слева в обороне. Но при этом никого не купили, вообще никого. С одной стороны, да. Но вот что интересно, закончилась трансферная кампания. И, собственно, я смотрел обзорные передачи, которые были посвящены этому, и поразился тому, насколько жесткая кампания критики разразилась в адрес Ювентуса, как только эта кампания завершилась. Значит, сначала, скажем так, несколько специалистов, в числе которых был тот же Райла, упоминавшийся Лючано Моджи, люди-опиньонисты, они их называют, то есть те, кто высказывает на итальянских каналах свое авторитетное мнение, которые сказали, что мы вообще не понимаем, в чем заключается проект Ювентуса, да. То есть, почему, например, Ювентус приобретает игроков в аренду, при этом я, Нобиль, там рассказывал тебе о том, что, например, совсем странное было заявление Андреа Аньелли о том, что вот у нас есть право выкупа Аквилани и Квалиареллы, но еще непонятно, будем ли мы этим правом пользоваться, особенно за те суммы, которые установлены в наших контрактах с клубами, которые пока нам этих игроков в аренду передали, да. В принципе, то же самое, наверное, можно отнести и к Матре, потому что Матре, как мы знаем, 2,5 миллиона евро его аренда будет стоить до конца сезона, после чего Ювентус может его за 15,5 миллионов приобрести или не приобретать. Решение достаточно странное, потому что...